Китайские власти усилили военное присутствие в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны, где на днях вновь вспыхнули беспорядки. Для контроля над ситуацией 29 июня в столицу региона город Урумчи прибыла рабочая группа ЦК партии, возглавляемая высокопоставленными чиновниками. «Сейчас на улицах и в магазинах в Урумчи намного меньше людей. Атмосфера такая же, как в июле 2009 года. Больше всего я беспокоюсь, что Компартия отключила нам интернет». Первые столкновения произошли 26 июня в городе Лугунь. Как сообщили китайские государственные СМИ, погибло 35 человек. Через два дня около 300 уйгуров вышли на улицы города Хотан, произошли стычки с полицией. О пострадавших не сообщается. Что именно вызвало негодование местного этнического меньшинства, сказать сложно. В то время как партийные СМИ называют уйгурских активистов террористами, некоторые местные жители сообщают, что причиной народного волнения стал отказ полиции расследовать инцидент с изнасилованием уйгурской девушки. В Хатане был введён комендантский час. В Урумчи также круглосуточно дежурят полиция и военные. Усилен контроль интернета. «Каждый раз, когда что-то случается, официальные СМИ сообщают об этом, а затем быстро удаляют эти сообщения. Сообщения официальных СМИ очень краткие, а у других СМИ интервью перехватываются или конфискуются камеры. Если горожане публикуют сообщения онлайн, их перехватывают. Уже произошло 19 таких случаев, но лично я не доверяю официальным источникам». Напомним, в июле 2009 года синьзянцы трясли беспорядки, вызванные конфликтом между местным уйгурским населением, ханьскими китайцами и полицией. По данным властей, тогда погибло 200 человек. Однако Всемирный уйгурский конгресс утверждал, что число жертв, среди которых были в основном уйгуры, достигало нескольких тысяч. Независимые эксперты по Китаю говорят, что корень проблемы конфликтов в регионе – это не расовая нетерпимость между уйгурами и ханьцами, а давние попытки китайских властей стереть этнические различия. По их словам, Компартия намеренно заселяет этот регион ханьцами, чтобы свести на нет уйгурскую культуру и веру. «Компартия Китая широко подавляет этнические меньшинства. Из-за её пропаганды среди ханьских китайцев в Синьцзяне, этнические меньшинства здесь не любят. Поэтому этнические меньшинства против КПК». «То, как Компартия Китая обходится с исламом, похоже на то, как она обращается с тибетским буддизмом. Они пытаются всеми способами заставить людей отказаться от их религии. Компартия даже может заявлять, что вся религиозная деятельность незаконна, включая проповеди и мероприятия в мечетях. Коран находится в списке запрещенной литературы. И мусульмане, если дома учат своего ребёнка Корану, сильно рискуют». Президент Всемирного уйгурского конгресса, диссидент Карабия Кадыр 30 июня провела акцию протеста напротив китайского посольства в Токио. Днём ранее она выпустила видеообращение в интернете, в котором заявила, что «ситуация в Синьцзяне очень мрачная. Мы просили власти Китая вступить с нами в диалог, но ответа не получили. Пекин не хочет слышать наших голосов». Конец цитаты.